Сирота из Копейска 7 лет не может получить положенную квартиру. У девушки уже есть ребенок. Вот только молодая семья вынуждена скитаться по съемным домам. Анна Феррова уже становилась героями ток-шоу на федеральном канале. Вот только решить квартирный вопрос это не помогло. И она Тормина продолжит. Животных двухлетний Илья видел только в мультиках. Ни разу не был ни в цирке, ни в зоопарке. Хотя сироте Татьяне хочется подарить сыну все, чего была лишена в детстве. А пока малышу вместе с родителями приходится скитаться по съемным квартирам. Так как у нас нет определенного жительства своего, мы не можем определиться с садиком. Естественно, если бы у меня сын садик пошел, я бы устроилась на работу. Но моему мужу было бы не так тяжело содержать нас троих. Сейчас живут на зарплату главы семьи 25 тысяч рублей. Больше половины уходит на аренду квартиры в Копейске и оплату коммунальных услуг. Хотя еще семь лет назад, покинув стены детского дома, Татьяна должна была получить жилье. Тогда девушке сказали, на квадратные метры она может не рассчитывать, поскольку странным образом осталось прописано в доме отца, которого давно лишили родительских прав. Два года назад со своей историей Анферовы даже попали на один из федеральных каналов. В студии действиями ведомств Копейска были возмущены. На самом деле здесь налицо полная халатность. Халатность опекуна. Опекуном в данном случае выступает детский дом. Детский дом должен автоматом был, когда отец был лишен родительских прав, выписать ее из жилплощади и поставить ее на очередь. Вы знаете, я-то вижу здесь не халатность, а преступный умысел. Поскольку уже в этой студии мы не раз сталкивались с этой известной, очень хорошо у нас в стране схемой. Через пару месяцев после этого эфира дом, где прописана сирота Татьяна, признали ветхоаварийным. А Копейский суд вынес решение. Девушка вправе претендовать на свои 18 квадратов. Казалось бы, квартирный вопрос почти решен, но прошло уже два года, а семья так и не отметила новоселье. В администрации же эту информацию не подтверждают. Сказали, что квартира Анферову ждет не в центре Копейска, а в новом микрорайоне поселка Октябрьского, что входит в городской округ. Застройщик вот-вот сдаст объект. На лето планируется передача 34 благоустроенных квартир, приобретенных в прошлом году. Соответственно, в том числе данная гражданка и граждане, у кого по 17-й год включительно имеются неисполненные решения суда, они все будут закрыты. В администрации уверили, уже в июне июля Анферовы будут пить чай на собственной кухне. А значит, на съемной квартире семье осталось жить не больше двух месяцев. Выполнят ли чиновники обещания, на этот раз будет следить наша редакция. Яна Тормина, Виталий Пастухов, ОТВ.